Страдаю шпиономанией. Я думаю, что это выход из положения. Так а в чём же теперь дело? Последний выход через задний ход. А там у нас как раз тоже на три. С этой, эта у тебя совсем большая. Я думаю, что ключ может быть крепче будет. За кулачок брать. Что-то молочится, да? И этот подставим ещё и возьмём ещё и трубой. Опа, ничего не получилось. Не идёт? Так тяни его ещё. Давай, не, отставим, чтобы не этот уставил. Так, подожди поменьше. Что-то надо посеревать. Слушай, ладно. Так, как мы это назовём? Это называется, работает ли гидравлический домкрат в горизонтальном положении. Вот такая вот конструкция. Иногда приходится нарастить, чтобы вдавить. Что это у нас, букса или как это называется? Ну, чтобы вдавить. Самое главное, несколько вещей. Домкрат не задолбанный, а в нормальном техническом состоянии. Жидкость, уровень жидкости тоже нормальный. И насосик внизу. Это очень важный момент. И всё. И он работает. Если домкрат хороший и жидкости достаточно, то на две трети, на три четверти даже может вылезти шток. И не надо ни кувалда, ничего. А то никто не верит. Так я хоть сниму. Вот такой вот ещё инструмент у нас есть. Очень хороший. Пневматический гайковёрт. Очень мощная вещь. Если кому интересно. Если видно. Максимум четыре тысячи. 2014 год. Ну вот, ребята. Не знаю, как получится здесь. Не получится. Варю, варю. Не вытерпел. Да и думаю. Продемонстрирую. Значит. Какая фигня. Всё против законов физики. Всё. Всё через одно место. Но, как говорили раньше, партия сказала, надо. Комсомол ответил, есть. Глушитель. Сгнил весь. Полностью. Всё. Дальше уже гнить некуда. Прикасаешься. Всё. Дырка. Нержавейка. Вот и сделал латку. Там такая дырка. Вот навариваю. Значит. Сварка не предназначена для нержавейки. Всё та же фигня. Не знаю, видно будет, но... Короче говоря, накладываешь, нагружаешь сверху металл навариваешь, накапываешь на... И потом это остывает и уже начинаешь варить на него, на него сверху. Наложил тут ужас. Здесь тоже, вон, дырки были. Здесь прожёг сразу моментально, но потом уже что-нибудь придумаю. Вот такая вот фигня. И доказывать... Доказывать ничего не получится. Здесь ещё эти пороги. Ну, совсем гнилая машина. Субару какая-то старенькая. Всё сгнило. Вообще ужас. Вот здесь, в этом месте, даже страшно прикасаться. Всё рухнет. Всё гнило. Я не знаю, откуда вытащено. Но это всё фигня. Я видел и похуже. Ну, вот, просто хотел... Хотел просто показать. Говорят, зимой не пашут. Да нет, пашут. Ещё и как пашут. Нержавейку. Чёрт знает, чем варю. Спасибо. Всё. Пошёл. Пошёл. Всё, полезло. Хороший инструмент. Честно слово. Вечно вот такого не хватало. Ещё есть такие побольше. И целое такое ведёрко можно подсоединить. Компрессор к воздуху. И там уже просто пистолет идёт. От него. Ох. Пошёл. Пока обед. Ээээ, пока ещё снимать нечего. Но что я хочу снять? Самое интересное. Такого я ещё нигде не видел. Вот предложили мне ещё один автосервис. Поработать. Гайки покрутить. я только пришел первый день мне сразу же вот твой ящик я говорю тихо никто не слышал может быть не понравится что я снимаю я просто обалдел отвертки наборы наборы всякие причиндалы там еще баллончики со всякими жидкостями компрессоры перчаток куча чистота порядок все закрывается все открывается все включается вот сегодня стул суппорт стал этот дав cf по моему развозной фургон выбили подшипник обоймы повезем в ремонт но это не главное об этом уже потом сварка 1 там сварка еще в другом месте вторая самое интересное что вот у меня были работы по автосервисом так я мало того что подсвечивал себе мобильник телефоном мобильником подсвечивал себе куда лез так я еще и ключи гаечные с отвертками из дому таскал здесь идет капитальный ремонт раздевалок душевых будет тоже все короче говоря вот такие вот дела работодатели бывают разные но то что мне свой собственный ящик тележку выдали совсем полным набором любых ключей переноска своя все что хочешь в общем то этот меня очень сильно удивило надо будет тоже задержаться здесь посмотрим чем это закончится пока все так вот чуть не забыл одно из самых главных один из самых главных атрибутов нашей шоферской и слесарской жизни холодильник сразу хочу посмотреть что у нас тут сегодня понедельник значит что осталось после пятницы ну кусочек колбаски сало здесь наверно в пункте не знаю что вот копченое сало вот здесь вот кусок копченой рыбы еще остался хлеб редиска здесь ничего яйцов нету я почему сюда припёрся потому что вижу что шеф уже кастрюлю приволок в кастрюле у нас что-то красное это надо греть это уже типа борщ солянка ну и морозилочка шоу нас о морозилочке у нас бутылка абсолютно очень хорошо очень хорошо понедельник очень